Они все умели читать, и поэтому им буквально нужно, я уже хорошо читаю. Конечно, ребята, многие хорошо, но все-таки я должна сказать, что буквально все равно в нашей памяти останется наше первое учебное время. То есть, кстати, что она таким основным подскорением изучения многих была нужна, но все-таки мы полгода с ней работали, и я думаю, что привыкли к этой учебной школе. Сегодня мне даже некоторые ребята сказали, что было им трудно расставаться и жалко им расставаться за двором. Сегодня мы получили себе другую книжку, книгу «Родная речь». И в сегодняшний праздничный день мы можем смело сказать про «Щервый клайк», да? Но нас радует то, что мы говорили «Здравствуй!» новой книги «Здравствуй!» «Родная речь». И сегодня мы родителям почитаем стихи, которые мы подготовили, да? И споем песни о школе, о том, чем мы научили за эти полгода. Пожалуйста, я их начинаю. Сюда пришли вверх семьи в штанишках до колен, а выйдем с ровными людьми из этих слабых стен. Бегал в садике до моря, он замынут пузырем, а тихея Сережу школе нынче встреча с глупоем. Со стены без пазаранных, как садик в городе, садик смотрит, смотрит, да, что вы, наоборот, смотрит, смотрит прямо на Сережу, мудрым взором, говоря, что они когда-то тоже начинали с глупоем. Да, классно. Так, сидит. Садик. 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 Машинистный подводник. Все командиры в первый раз приехали в первый класс! Первый классик, а сегодня мы добрались соберем, И приятно приходите попрощаться с букварем. До свидания, до свидания. А на следующий год нас буквартика научит, Те, кто в первый класс пойдет, Те, кто в первый класс пойдет. Не надо читать, не надо к маме приставать, Не надо молять сестрите, но прочитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и прочитать. Вылупяйте, папки, папки, вылупяйте, Думал викип по порядку, мальпелую тетрадь, За траконе вылетать, и попрямо держать. Что же вы не слушаете, что же плохо учитесь, Что стоите, как папа, мне опять за вас. Подожди, Дима, 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 Дима. Илюша. Подожди, Илюша, сначала начнем попроще. Но не знает мой учитель, и не знает даже мама, Как он соль на ноги, чтобы быстро я на плену. А кто-то где-то делает банты, для кого? Для нас! Сниги любые послали, для кого? Для нас! Санташе перо пинали, для кого? Для нас! И поищел я на рассвете, первый раз, первый класс, Как и все другие дети, первый класс, первый раз. Там звонок на перемене, для кого? Для нас! Значит, что это возле стены, для кого? Для нас! Значит, нужно так учиться, значит, нужно так трудиться, Чтобы люди не стыдиться за кого-то. За нас! Да, Алина, все. Так, наконец-то. Молодец. Еще, Наташа? Научились мы писать. Писать, с помощью чтения правильно, только писать, Тоже научились еще. Научились только писать. Так, это не с помощью букваря уже, да? Пока про букварь говорим. Алюша, еще чему букварь нас научил? Букварь. Мы стали уже знать все буквы. Все буквы. Глазное-согласное, как включать. А еще, ребята? А схемки помните, мы с вами писали, а? С помощью схемок, что мы отвечали? Алеша. Слова. Какие слова? Артем? Предложения. Так, схемы предложений писали, правильно. Познакомились, что наша речь состоит из предложений. То есть букварь нас научил очень много, да? Ребят, кроме букваря, ребят, уже говорили, что мы научились цифрам, да? Научились многому уже в предмете математики. А кроме цифр, кроме букв, чему мы научились еще в школе, а? Чему мы еще научились, Даша? Мы научились... Ну, это все ясно, это все уходит в учебную программу. Маш, чем мы учились? Мы научились петь. Петь, научились, молодец. Еще, Даша. Танцевать. Танцевать. А еще, Алеша? Мы научились рисовать и... Мы научились не ошибаться в словах. То есть правильно говорить, да? Культуре лечи учимся. Еще, Артем. Мы научились считать стихи. Так, а вот если насчет... Я вам немножечко намеку. Насчет поведения, чему мы научились, а? Даша? Тебе хорошо лезти. Хорошо лезти. Еще, Артем. Какими быть? Чтобы не дрались воспитанными. Воспитанными. Еще, Алина. Сидеть прямо на кладку. Хорошо, сиди. Так, а где мы еще? Малышей не обижать. Малышей не обижать. Куда уж меньше, да? То есть самих себя не обижать. Еще, Денис. Прямо стоять. То есть мы научились с вами культуре поведения, да? Мы с вами постепенно становимся вежливыми. Когда все пришли в сентябре, даже еще не все умели говорить здравствуйте и до свидания. А сейчас мы уже все стали вежливыми, добрыми друг к другу, не жальничаем, да, в уроках, если у нас кто-то что-то забыл. Очень добрыми стали, душевными, воспитанными, да? Вежливо относимся друг к другу. И у нас уже потихоньку сплачивается целый дружный коллектив. Но вот у нас ребята подготовили стихи о некоторых детях и даже о некоторых животных, которые были в своей юности не совсем вежливыми. И как им это грубо, и как им это неприличное поведение мешало в обществе. Итак, сейчас о правилах хорошего тона и хорошего поведения ребята нам прочитают стихи. Как нельзя делать и как нужно делать. Пожалуйста, Алина. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Что не знает Любочка? Не упускают все! Девочки на празднике с юбочкой. Как танцует Любочка? Лучше, вот, подруг. Кручится и юбочка, и ленточка в косе. Все придет на юбочку, радует все. Но если к этой юбочке выходят в дом, давно эту девочку узнаете с трудом. Она кричит еще с порога, объявляет на ходу. У меня уроков много, я за хлебом не пойду. Едет Любочка странная, она билетов не берет. Всех октами раздвигает, прибирается вперед. Говорит она о труде. Он доказывал, что ты будешь. Нужен труд всегда, везде. Нам билет трудится школа, учит этому отряд. Подними бумажку школы, крикнул тот из ребят. Но тут докладчик мучится, она это и есть уборщица. Вот та верзливость у нас, появим на деле. Он поможет найти тихий час, поднимать в постель. Что с тобой, скричала мать, заболелся ночью? Я забыл тебе сказать, мама, долгая ночь. Медведя лет пяти-шести учили, как себя вести. В гостях медведя взяли весть. Нельзя грубить, речеланиться. Снакомым надо кланяться. Снимать передвинешь, я помню наступать на лапы. И не ловить зубами плохо, и не ходить на четырех. Не надо чапкать, и не ловить. А кто зевает из вас, то в зубки не ловит, и не ловит. И не ловит, и не ловит, и не ловит, и не ловит. Спас лучший пути вежий пусть. И не наступай, когда хочет путь. Остался, уважай. И бабушку медведя, что в тумане, Говорит, и до дома продолжай. Так Мишку лет пяти-шести учили, как себя вести. Хоть с виду стал он вежливым, остался он предвежливым. Он кланялся соседям, лисицам и медведям. Знакомым с детства уступал, снимал перед ними шляпу. А незнакомым наступал всей пяткой на лапу. Словал, куда ненужный нос, так как траву имел овес. Навалялся брюхом на публику метро. Старикам старухам родился матерью. И до двери, до двери, до двери, до себя вести. Ну и до воспитателей, до братства века срочи. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А какие еще вы знаете вежливые слова? Даша? Спасибо. Спасибо. Еще кто какой знает? Вспоминать, вспоминать. Денис? 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 На здоровье. Молодец. Еще. Алеша? Извините. Катя? Я помню. Так, правильный день. Доброе утро. Илюша? Доброй ночи. Доброй ночи. Еще? Кто помнит? Все? Все хорошо, достаточно. А сейчас для водителей, ребята, такую маленькую инсталировочку, подготовлены тоже, овежливую посту. Итак, пожалуйста, кто нам снять? Сидите сюда. Я все. Сейчас. Расставляйте сюда. Иди сюда, Олеша. Иди сюда, Олеша. Иди сюда, Олеша. Иди сюда, Олеша. Люди входят и выходят, набегаются вперед. Пионеру Николаю ехать очень хорошо. У него коньки. Он сидит на лучшем месте. Возле самого окна. У него коньки под вышкой. Он собрался на каток. Вдруг на пятой остановке, опираясь на крюку, Бабка зрякла и влезает, и вошел из-за вагона. Люди входят и выходят, подвигаются вперед. Николай сидит, скучает, по крючкам стоит. Вот вагон остановился. Возле самого окна. Вот из этого вагона вылезает пионер. На свободное местечко захотелось бабки сесть. Оглянуться не успела. Место занято. Пионер на месте ехать очень хорошо. У него коньки под вышкой. Он сидит на лучшем месте. Он возвращается в конца. Люди входят и выходят, подвигаются вперед. Николай сидит, скучает. Бабка рядышком стоит. Вот этот случай про старушку. Можно дальше продолжать. Ну давайте скажем в ритме. Старость надо уважать. Так, давайте аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первое слово, значит, в нем 8 букв. 8 букв. Послушайте, какой задай. Только кто знает, поднимайте руку, а не кричите с места. И это очень веселый мальчишка, который совсем не хотел учиться в школе. И даже продал свой букварь. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, красиво, так и поднимайте. И Даша, ты первая была, скажи. Б. Буква Б. Нет, а ты мне, это не боль чудеса никакой. Могатство, все слово говорили. А, Буратино. Буратино. Правильно, Даша, молодец. Давайте сюда запишем клону Буратино. Так, второе задание, посмотрите. Вот у нас второе задание. Послушайте, как этот сказочный герой называется. Сказочный герой, который... Маша, вот возьми. Маша, возьми ключ. Вот, посмотрите. Сколько тут букв у нас получается. 8 букв тоже в этом слове. И вот 5-я буква А. Ну что ты, кто? Я еще не сказала, кто. Это мальчик, который совершенно ничего не знал. Так, кто у нас? Ну Денис еще не сказал, он уже понял. Не знаю, правильно. Вот, Алина Сергеевна, думаю, вот тут работают. Не знаю. Так, правильно. Так, третий номер, посмотрите. Вот у нас идет, вот у нас идет это название. Посмотрите, 6... Сколько? 7 букв. И предпоследие, буква К. И это у нас самая трудолюбивая девочка. Из всех сказочных герой. Алина? Марвина. Нет. Можно Алина? Так, и уже было. Подожди, подожди, подожди. Ну кто еще догадается? Родители не подсказывают. Наверное. Мальчик. Золушка. Правильно, молодец. Это Золушка, ребята. А родители так громко подсказывают, что я слышу. Не надо подсказывают. Так, дальше. Четвертый у нас. Посмотрите, слово всего из трех букв. Немножко посложней. Пление в Снежный Королеву. И можно его взять. Кайф. 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 Так, дальше. Пятая. Пятая. Самый круглый сказочный круглый. Седьмой. Седьмой у нас. Самый ухлявый сказочный круглый. Пятый колобок был. Ну давайте сначала шестой. Русские разницы нет. Это у нас сказочный герой, который умел летать. Посмотрите. Первая рука Карлсон. Ну, Маша. Карлсон. Карлсон, правильно. Так, еще не нравится. Никуда нет. Нет, шестого назад Карлсон должен был. Следующий. Карлсон. Следующий. Следующий. А, вот, у нас Карлсон вот тут, а тут колобок. Видите? Ну так, а тут? Раз. Сейчас. Перекупал. А тут тогда седьмой, смотрите, правильно, ребята. Четыре буквы. Вторая О. Это самый упрямый герой известного детского произведения. Тут уже не сказочный герой. Известного советского писателя. Мы с вами знакомились с ним на днях. Герой, который... Ну, мы, правда, такое произведение не читали. Но с детства вы его знаете. Самый упрямый. Вот у нас был кто-то упрямый, который никогда ничему не верил. И все всегда говорили наоборот. Как его звали, Олег? Фома. Фома, правильно. Упрямый Фома. Так, дальше. Восьмой. Восьмой. Доктор, который лечил всех. Доктор, который лечил всех. Пятьдесятая. Посмотрите. Вот у нас десятая. Из восьми букв вторая А. А девочка с голубыми волосами. А, что скажи? Малина. Так, кто у нас там не выдержанный такой? Олег. Олег, ты знаешь, что мамы нет? Итак, Мальвина. Веди себя в нашу, пожалуйста. Правильно. Так, один проход закончен. Этот у нас проход был на тему сказочный герой. Второй проход школьный. То есть я вам буду говорить о школьных принадлежностях, да? О каких-то школьных вещах, и вы мне должны говорить ответ. Итак, первый. Первый. У нас любимое время школьника в школе. Посмотрите. У нас восемь букв. Во-первых, сидите, я всех вижу. Кто у нас еще не говорил? Ну, Ксения. Перемена. Правильно. Самое любимое время школьника. Перемена. Так, теперь посмотрите. Второй номер, второй номер, он идет вот так, на пересечении первого. Вторая буква Е. И всего у нас пять бульсов. Домик для ручек. Пиши. Малюша, скажи. Финал. Финал. Правильно. Кто красивый рукой снимает, того и будет. Финал. Второй был домик для ручек. Третья. Третья, посмотрите. Вот. У нас пять букв, вторая А. Вот как идет третий номер. Школьный рюкзак. Как он называется? Надя, ну скажи. Нет. Школьный рюкзак. Как называется, Сережа? Ранец. Ранец. Правильно. Ранец. 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 Четвертый идет по вертикали. Посмотрите. Четыре буквы. Да, нет. Ну тут не четыре. Тут вот так вот это слово идет, ребят. Буквы в преде, уголков. Посмотрите. Всего получается восемь букв в этом слове. Вот оно так начинается и сюда продолжается. Семь. Семь. Семь, да? Шесть. Семь. Четыре и три. Семь. Правильно. Ребят, вот так начинается и так продолжается. На букву «Р» начинается. И это урок в школе, на котором всегда можно потанцевать. Рим. Рим. Ну давайте кто раз скажет. Рим. Рим. Молодцы. Рим. 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 Так. Что у нас дальше? Пятое. Посмотрите. Значит, у нас было в любимое время школьника, да, мы сказали перемена во время черного дня. А теперь номер пятый. Посмотрите, очень длинное слово, из восьми букв. Любимое место школьника. Парта. Гоша? Парта. Парта, нет. Разве парта? Посмотри, сколько букв. Даша. Даша. Столовая. Куда мы любим ходить, а? Столовая. Столовая, конечно. У нас любимое место не парт, я думаю, а столовая. Столовая. И последний, шестой номер, посмотрите, по горизонтали. В этом слове, восьм букв. Как называется самый хороший ученик в школе? Хороший ученик. Так, кто у нас еще не отвечал, а кто вы скажете? Отличный. Отличный, правильно. Отличный. Молодцы. Ну, красотка надо было потруднее, конечно, представлять. И отгадали. Молодцы, ребята. Ну, на этом наш праздник окончен. Сейчас мы все пройдем в класс. Ребята и родители, я еще с родителями немножечко поговорю. Учителя, пошлите к нам, вот, ребятишкам. Мы вручим правила. И подарки на весь класс мы вручим. Подарки на весь класс. Поднимайся ко мне. Поднимай. Какой класс? Ж. Первый Ж. Вручаю тебе правила. И конфеты, пожалуйста, с Мишинкой-переменкой вручи конфеты. Ж. Упала конфетка у нас. Кабы? Из первого В. Держи. Кровненький вот тут стоит. Первый Е. Вот, первый Е. А ты какой? Первый И. Первый И. Первый В. Первый В. П, 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 П. Пожалуйста. Держите. Первый Г. Первый Г. Хорошо. Е. Первый Е. Вручаю тебе и конфеты. Ну что ж, ребята, мы с вами не прощаемся. Мы только раздаемся до некоторого небольшого времени. Хорошо? Хорошо? Все. 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 Прочтем. Мы сейчас начинаем с вами. Детки показываем наш урок-концерт. Почему я говорю урок-концерт? Потому что мы так сделали, мало позанимались. И нам нужно показать, с чего мы начинаем. Прожди, прожди, прожди минуточки, наши минуточки. Вот так детки приходят. Так они строятся на полосочках. А потом я им говорю, такие волшебные слова. Девочки, бедный шахматый шаг вперед. Молодцы. Красота какая. Значит, здесь стоите сразу свободно. Никто никому не мешает. И вот мы начинаем всегда делать урок. Начинаем с него. Как называется у нас упражнение, да? Приготовились. Ручки открыли. Пальчики большие. Спиночку подровняйте. И начинаем. На меня поглядывайте. Родители сразу. Не извиняюсь, но говорю. Мало они прозанимались. Поэтому их надо выручать, помогать. Чтобы детки не растерялись. А с улыбкой ушли, зачем я буду танцевать? Вы ушли на минуточку. У меня не обращайте внимания. Они без меня могут растеряться. Девочки. 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 Немножко на меня, немного на себя. В общем, посмотрите. Нет, нет, на меня посмотрите. Спинку потянули и носик повыше. Носочек сейчас красивый. Носочек сейчас красивый. Девочки. Девочки. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Детки, а теперь ножку, третью позицию. Кто помнит, сделайте, не помните, посмотрите на меня, может быть, помните. Итак, ручки, голова и спинка. И друг на дружку, подбородочек. Так, самые лапы, не будем танцевать сейчас по высших одиночках. Не топайтесь на красивых каблучках. Итак, вальдий танец, полечка. Приготовились, вступление веселенькое. Ручки на поясок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы не думаете, что вы делаете? Сейчас я отодвину вам. Через запятую буквы алфавита, те, которые мы еще не выучили, и вместе с той, которую уже сейчас выучили, самую последнюю, ее подчеркнут. Понятно? Итак, никто не подсказывает. Значит, последнюю букву, которую мы выучили, ее подчеркнут, и все, которые еще нам остались. Приготовились, начали. Не надо подсказывать. Ш, правильно подчеркнуто, да, у обоих мам? Дальше. Й, правильно. Ж, правильно. Да. Й, правильно. Так, Й. Да, будут все, мы перечислили. Мам, там, вы должны, еще твою маму должны владеть на участке. Я говорю, мама, который мне говорят, пожалуйста. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА